Всем доброго времени суток! С вами ДиздримпиксВи и сегодня мы продолжаем прохождение игры за гранью Две Души. Приятного просмотра! Итак, в прошлой серии Джоди приехала в город, встретилась с Коулом. Коул помог ей узнать информацию о ее папе и маме. Оказалось, что папа Джоди, к сожалению, умер еще до ее рождения. А маму посадили на наркотики и запихнули в психушку на 24 года. То есть, сразу после рождения Джоди, все ее 24 года, ее маму пичкали наркотиками в психиатрической закрытой специализированной клинике. Мы навестили маму Джоди, Джоди увидела свою маму, но, к сожалению, ей уже ничем нельзя было помочь, поэтому с помощью Айдена мы избавили ее от страданий, а когда вышли из палаты, оказалось, что нас с Коулом выследили. Мы выследили ЦРУ, Джоди поймали, доставили в ДПА, опять переговорили мы с Нейтаном. Ну, доверять ему я не знаю как, я ему не доверяю, благо Коул не пострадал. Но Нейтан сказал нам, что у ЦРУ есть для Джоди задание. Задание это какой-то конденсор в другой стране, который она должна помочь уничтожить, я так понимаю. Но да, ЦРУ нужна наша помощь, и Нейтан пообещал, что после того, как это задание будет выполнено, от Джоди отстанут, и ей больше не придется быть в бегах. Лично я в это не верю, но посмотрим, как оно будет. Почему-то в меню мы видим маленькую Джоди снова, внезапно. Давайте посмотрим, что нас ждет. Я так понимаю, это опять какая-то скриптовая глава. Вне зависимости, проходим мы главы по задумке или в хронологическом порядке, эта глава все равно будет тут. Ну, это досадно, немножко опять же выбивает их из скли. Ну вот тут же что-то светится. А, это мы можем просто обратно лечь. Продолжение следует... Продолжение следует... Но остается только поговорить с ними, я так понимаю. Почитаю перед сном. Ух ты! В той комнате осталось. Может, ты за ней сходишь? А я тут закончу и почитаем. Давай. Да, сейчас. Страшное место. Опять, небось, какие-то бабайки тут будут. Куда он дел книгу? Айден, хватит! Не смешно! Айден? Это ты, что ли? И я не думаю, что это был Айден. Пойдемте-ка отсюда поскорей. Так. Это какие-то призраки. А им как бы вообще абсолютно пофиг, что Джоди там вскрикивает или что. Ага, ты нашла. Но пора перейти к серьезному делу. Сказкам на ночь. Джоди. Что с тобой? Тебе не хорошо? Да она просто устала до смерти. Хватит. Ей пора спать. Нейтан. Да-да, одну минутку. Нейтан, тебя. Нейтан Докинс. Нейтан, что-то случилось? Жена. Дочь ехали домой из гостей. Фура. Пьяный водитель. Вылетел навстречу. Их нет. Джоди. Джоди, пойдем спать. Нейтан, погоди. Я сейчас. Идем, Джоди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Да, вот такая вот небольшая хрустная глава, без итогов, без ничего. По нашим данным, в республике Казирстан узнали о существовании инфрамира. Нашли врата и ведут эксперименты на секретной базе, расположенной в провинции Филхандзян. Неизвестно, как далеко зашли их исследования, но мы засекли довольно характерные колебания в инфрамире. Значит, они могут взаимодействовать с той стороной. Твоя цель – разрушить конденсор и всю связанную с ним аппаратуру. Даже если мы уничтожим конденсор, врата останутся. Постройка нового конденсора – затратное предприятие. Это даст нам больше времени, чтобы лучше изучить инфрамир. Очень важно предотвратить нападение оттуда. Наверное, там будет усиленная охрана. Мы ожидаем, что база будет под охраной военных. Ваш отряд… Отряд? Зовите их, Марла. Здорово. Привет, подруга. Старые знакомые. С тобой будет отряд Клейтона. Это опытные диверсанты, умеющие действовать скрытно. Вы отправляетесь послезавтра. Удачи. Осторожней, Джоди. Никто не знает, что ждет там, за грани. Не бойся. Я пока не тороплюсь в инфрамир. Хорошо. Не хочу тебя потерять. Да, блин, я даже не сомневаюсь. Еще же столько вещей, которые можно изучить. Еще же столько проблем, которые на нее можно свалить. Ой, блин, ну давайте отчужденыш, что ли. Джоди, я… Знаешь что? Даже не пробуй. Ах. Класс. Класс. Мне это начинает надоедать. Если не хочешь разговаривать, придется вас убить. Я бы и так охотно убил вас. Но зато быстро и без лишней боли. Теперь ваша смерть будет медленная и очень мучительная. Ну, последний раз спрашиваю, кто вас послал? Айден. Где ты? Тут вообще никого нет. Это точно здесь? Ну, координаты верные. Мечо, все сильнее. Что же нам делать? Джоди, пусть Айден поищет нам укрытие. Ты слышал, Айден? Ну, если Джоди видела будущее, прогнозы там какие-то очень нерадужные. Походу, мы попадемся мы, походу. Вон там есть дом. Понял. Идем. А что это за заброшенное место, я не понимаю? Такие снега тут не пить. Как тут вообще кто-то жил? И давно ли? Черт! Ну, холодина! Что мы тут делаем? Обычная рыбацкая деревня. Информатор нас кинул. Такие дела. Надо двигать, а то замерзнем насмерть в этих сугробах. Три дня. Шли по льду. Жрали снег. И впустую. Черт! Взять бы того, кто нас сюда послал и... Эй, вы задрали уже своим нытьем! Нечего сказать, закройте рот! Ребят, я замерзла. Давайте костер разведем, а потом уж будем ругаться. А это безопасно, вот как бы дым будет видно. Остановимся здесь и переждем бурю. Я выйду на связь со штабом. Все мокрое. Дай я. Черт, все насквозь промахло. Надо что-то придумать. Протянем. Я отойду. Надо бы поссать. Фу, Джоди, что за выражение? Ну, сказала бы, надо отойти по малой нужде. Что это такое за поссать? Ну, связь есть? Нет, из-за бурана не получится. Все еще злишься, да? Ясно. Это вряд ли изменит твое мнение обо мне. Но мне жаль, что так вышло. Так, мое мнение не изменить. Она злится, но мне кажется, она все-таки его любит. Дай пять, Винск. Видела, Джоди? Да. Молодцы, ребята. Да, молодцы, ребята. Молодец, Айден. Далеко не уходил? Минус сорок. В такую погоду не до прогулок. Ну да, минус сорок. Еще плюс такой жуткий ветер. Господи, Джоди, что с тобой? Почему ты так разговариваешь? Ну, ты так разговариваешь. Наверняка, довольно долгое общество подобных мужчин на нее повлияло. Они здесь. Я видела. Где? На главной дороге. Конвой бронемашин. Мимо меня проехали. Тебя видели? Нет. Вроде бы нет. Погнали. За ними идем. Айден, глянь, что внутри. Там солдаты. Они лизят ящики. В подлодке. Подлодки? То есть врата? Под водой. Похоже, внизу подводная база, а на подлодках доставляют грузы. Сколько солдат? Я вижу троих. Пусть Айден их уберет. Айден? Устраняй. Так и что вы мне предлагаете делать с этим всем? Вселиться в коммунду? Что? Что? Может быть, я не знаю. Посώ. Иги. Тинксу! Тинксу! Ну, я думаю, осматриваться за Айдена уже нет смысла. В принципе, полетали, вроде ничего такого не светилось. Я умею пилотировать подлодки такого типа. В ЦРУ был тренажер. Ну да, прямо на ней и пойдем. Они ничего не заметят. Идея просто класс. Верное самоубийство. Объясни мне, что ты делаешь? Ищу решение проблемы. Прекрасная идея, но они нас быстро распутят. А может и нет. А врата эти сами собой не закроются, так ведь? Ладно. На расстоянии прокатит. И что? Спустимся на подлодке. Там посмотрим. Я с ней. Ну, а мы как же? Она глухвестна. Готовьте пути отступления. Когда мы вернемся, нам придется уходить очень быстро. Что? Это приказ, Ник. Давай взрывчатку. Ты ведь понимаешь, что мы можем не вернуться? Так, ну, поехали, что же делать? Особого выбора у нас нету. База где-то близко. Видимость плохая. Трудно читать приборы. Ну, видите, она говорила, что в ЦРУ был тренажер по управлению подлодками. Возможно, там она и научилась ремонтировать машины, мотоциклы и так далее. Их там, походу, вообще практически абсолютно всему, что потенциально может пригодиться, учат. Ну, это правильно. Уйди, пожалуйста, Райан. Ты загораживаешь меня. Надеюсь, это не вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я впечатлен. Другие бы давно раскололись. Возможно, муки товарища развяжут тебе язык. Мои вопросы просты. Скажи, кто вы? Кто вас послал? Как вы узнали про эту базу? И что произошло, когда ты прошла через защитное поле? Ничего не говори, поняла? Я буду задавать эти вопросы снова и снова, пока ты не ответишь мне. Кто вы такие? Ох, как сейчас больно ему. Мое имя Холмс. Джоди нет. Джоди Холмс. Агент 8-9-4-7-3-2. Так, в ЦРУ прознали о наших экспериментах. А что за существо попалось в защитное поле? Блин, ну хоть бы это не говорить уже, ну. Мы связаны. Я с ним родилась. Удивительно. США тоже знают о существовании этого феномена. Надо сообщить начальству. Скоро я вернусь, и мы продолжим наше общение. Если честно, насколько я помню... Прости, Райан. Насколько я помню, все, что мы можем получить из-за того, что мы говорим, Райану просто выколят глаз и все. От того, что мы что-то там сказали, я не думаю, что это имеет какую-то принципиальную... Что мы сделали какую-то принципиальную разницу. Ищем конденсор, взрываем, уходим. А есть у тебя конкретные идеи? Нет. Просто не знаю, в долгосрочной перспективе, да, это, может, какие-то проблемы со странами будут. Но, по сути, нам плевать. ЦРУ столько раз нас подставляло, что ничего страшного, пусть они там сами дальше разбираются. Джоди, не подходи к ним близко. Мы не можем... Это что ты предлагаешь? Ну, а другого варианта не было, мы же не могли просто тупо стоять. Джоди! Джоди, что это? Это... Они, получается, Айдена от нас оторвали. Айдена от нас оторвали. Мы как бы все еще связаны, но разделены. Придется Айдену искать способ подключить это поле, судя по всему. Айдена от нас оторвали. Пойдемте оружие возьмем, или что? Ну, это бесполезно, они же сейчас нас приведут в чувство. Попытка номер два, все-таки надо взять оружие и просто застрелить их сзади, я так понимаю. Вот, не зря же мы этого чувочка придушили. Всё, защитное поле мы отрубили, теперь нужно найти бежать. Айден? Ты вернулся. Скорей! Айден! 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 Скорей! Освободи меня! Надо найти Райана. Райан! Райан! Райан, ты там? Выпьи! Скорей! Так, нет, погодите. Одну секундочку. Так, я перешла в сложный режим. Это позволит нам свободно управлять Айденом. Мы видим, что Райан ранен. Нам нужно его подлечить, как и Джоди. Иначе далеко они так не увидят. Иначе далеко они так не увидят. Вот так. А теперь мы выходим обратно в параметры. И снова ставим сложность. Вот эту вот. Прошу прощения, но я просто помню этот момент. Мне бы хотелось сделать все правильно. Как ты? Ты правда хочешь знать? Давай. Давай. Идти можешь? Да, порядок. Вернись кладком и жди там. Через пятнадцать минут и входи без меня. Рехнулось? Вся база разрушена. Надо уходить, пока можем. Врата же открыты. Если мы их не закроем, оттуда полезут существа. Нет. Слишком поздно. Надо уходить. Выбора нет. Сам знаешь. Так, почему? Она осталась там, где нас допрашивали. Нет. Нет. Блин, да что ж такое? Прикончу ублюдка, Айден. Я не знаю, сколько прошло времени, давайте до ближайшего чуть-поинта дойдем. О, в чем дело? Что застряло? Что застряло? Господи, это управление тут просто ужасное. О! О, чёрт. О, чёрт. А куда идти-то? В какую сторону лабиринт-то сраный? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом интересном моменте мы сегодня и закончим и продолжим в следующий раз. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и поделиться своими мыслями в комментариях без спойлеров. Ссылка на плейлист с прохождением в описании под видео. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик со всеми уведомлениями, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч!